Добрый день, начинается наша историческая программа, у микрофона Владимир Сметанин и по традиции в этот день и в это время мы находимся в студии вместе с Евгением Пютуниным историком, краеведом, руководителем музея Вятского государственного университета День добрый, Евгений Альбертович Здравствуйте всем, рад приветствовать вас в очередном нашем году Да, очень уж, я видимо, я имею ввиду, вы наверное единственный, кого я повстречаю из представителей нашего замечательного университета, поэтому позвольте в вашем лице поздравить студентов, преподавателей, сотрудников, с днем студента Спасибо, поздравления принимаются, обязательно передам всем, ну все мы бывшие студенты, так или иначе А кто-то и всю жизнь в душе остается студентом Ну, вот с годами приходит все-таки осознание Говоря сохранять лучшее качество С годами приходит осознание того, ведь действительно это самые интересные, самые яркие, запоминающиеся годы студенческие, да? Согласны с этим? Это да, правда, мои выпали на такие уж мрачные времена, это вторая половина 70-х, но мы до них дойдем А сейчас вот вспомним, мы сегодня поедем на нашей машине времени в 66-й год Да, 1966, 53 года назад Если вспомнить о студенчестве 66-го года, наверное, они тоже отмечали праздник Конечно, это официально, масштабно не поддерживалось, потому что все это какой-то праздник был из дореволюционных еще А у нас считалось, что нет, у нас свои Но своего не придумали, в итоге все равно в Татьянин день образовалось Ну, студент, что представлял собой? Студент образца 66-го года Ну, конечно, оптимальный вариант, самый красочный, самый иношный, это Шурик Ино вышло в 65-м, ну, примерно, типа Ну, это уже слишком идеализированные студенты, слишком столичные, вот, такие, в общем-то, студенты лайт А на деле, конечно, были суровые реалии И вот в Ире было у нас в ту пору три вуза Пят, сельхоз, политехнический, универ будущий И студенты, большинство, конечно, были из районов, жили они в общежитиях Жили довольно скучно, то есть, четыре человека, это считалось очень хорошо Четыре человека в комнате А по шести, даже по восемь, это была норма Зачастую общаги были переселенные Ну, сами понимаете, жилищный кризис не только в городе, но и в общежитии не так уж много настроены Вот, в общагах, я помню, что ставили кровати в два яруса Вот, первые, вторые, вторые Кровати были железные, с матрасами, с панцирной сеткой Отвинчивали вот верхние, такие хромированные душки И ставили кровать на кровать Не знаю, эта инструкция выдерживала, но жили Ну, конечно, уже побогаче были студенты, чем в 50-е годы, в 66-м Уже, конечно, не носили такую безумно полувоенную, полугражданскую Какую-то перелицованную, перешитую одежду, но все равно старались соответствовать моде в определенной степени В 66-е, это уже брюш и плюш пришли на смену Ну, вот, я не знаю, это, наверное, было раньше, но все-таки продолжалось Вот были-то и тенденции, когда, например, один студент знакомился с барышней, влюблялся, назначал свидание То на свидание собирали его всей комнатой Обычно же дружили, там, еду вместе готовили У кого-то были хорошие штаны У кого-то ботин, у кого-то шар В женском-то и в женских общежитиях то же самое, но у нас, блядь, было Барышней тоже собирали всем миром Тогда еще была строгость нравов Там уже никакого посещения в женские общаги после 10 вечера рейд по комнату Но, тем не менее, тем не менее Сами понимаете, что народ, особенно из местности, попадал в большой город, соблазны Свободная жизнь была в общагах Вот, все-таки жизнь была полноправной Ну, так или иначе, студенческие браки все равно были И день студенты так или иначе отмечался Ну, вот, замечу, что студенты тогда, да и вообще, вот, пили мало, особенно водки В ходу было вино, вот, портвейнагдам Продавали, кстати, не бармадуху, а были действительно хорошие советские портвейны 72-е, там, 15-е Вот, стоили они, как пей, и вполне были студентом по карману Вот, я думаю, что отмечали Но никто так вот, уж до фанатизма это дело не доводил Потому что все-таки учебный процесс продолжался И процесс был довольно суровый Вот, в 66-м году советское образование было поставлено на поток Это уже был такой добротный уровень До сих пор вот это все считается, что студент тогда знал, что он все-таки получит диплом Он поедет по распределению, он будет работать по специальности инженером, специалистом Ну, в худшем случае мастером, но будет какая-то карьера Вот, не было такого Сегодня статистика у нас с утра печальная, это в ленте выплыло, что сейчас каждый пятый в России уверен, что студенту после диплома не устроится на работу по специальности Наверное, так оно и есть Это среди кого опрос? Вообще среди фокусу груб По России опрос был Необязательно студентам? В России не обязательно студентам У студентов, наверное, больше пессимизма, потому что они к этому ближе Но как-то устраиваются Тогда вот не приходилось думать, куда деваться, тебя все равно направили Хорошо ли это или плохо Вот, там, три года от работы Тем не менее, студенты В те годы еще с энтузиазмом могли ехать куда-нибудь в Анадырь, в Среднюю Азию Еще куда-то Вот такое было подвижничество Потом уже, когда оттуда отголоски приходили, как там все это устроено, уже меньше Ну, а, кстати, в упомянутом фильме-то, да, про Шурика, насколько соответствует действительности Учится он и одновременно активно работает Ну, работали, конечно Конечно, стипендия же была маленькая Вот, если 40 рублей стипендия была в 70-е годы, то в 66-м, по-моему, было чуть ли не 30 рублей Да и то не все получали и работали, конечно, да И работаете, и работаете В основном тогда все работали, где, на заводах, на предприятиях На стройках каких-то работ Сельхозпредприятия Да, интеллектуальных или умственных было немного Поэтому студенты, конечно, самые тяжелые работы, разгрузочные, погрузочные были Вот у нас, я помню, но это уже, конечно, не совсем 66-й, это 76-й Помню, чуть-чуть не выгнали двоих студентов, тогда не было, пардон, на кладбище сервиса А зимой народ-то все равно помирал, и надо было, ну, приедешь, а там полтора алкоголика на кладбище рабочих И, видимо, ничего и не вырыто И у нас, видимо, пара студентов дежурили с лопатами, приезжают, они быстренько эту могилку там выкопали А это, замечу, труд был нелегкий, это ломом мерзлую землю долбить и все Представляете, вот кто-то донес И, вот, было собрание, такое, даже не собрание, а сборище, организованное там всякими комсомольскими партийными структурами Где клеймили позором, где их тыкали, что они наживались там на горе Какое наживались там, там старушки привезут, что старушки, то если пьяный работник кладбища спит где-нибудь Пьян до изумления и не в силах там выполнять свои функции То только было хорошо, ну вот тогда было такое, то есть работали там, полно об этом Исключили в итоге, да? И книга написана, не-не, взяли на порог и в них стояли Для исправления, для возвращения И общаги были, и то, что Шурик, вот, например, он жил у бабушки где-то на квартире, там, дочку им или внуч проставили В принципе, это была у него своя комната А у нас даже вот в 66-м, конечно, при таком же личном кризисе, если студентам не давали общагу, то они жили Мама, не говорю, их местах где-то в чижах, в полуразрушенных домах А бы куда бы подселиться? В деревянных домах, где даже не было комнаты, просто вот ставили кровать в углу, студент жил, а там вот семья совершенно другая Вот, а семье деньги надо со студента, ну, студента, там, родители, и сам зарабатывал Но вынуждены были, вот, я, конечно, преклоняюсь перед гереческим студенчеством Сейчас уже немного все проще И можно выживать Но вот то, что плюс был, что жизнь была устроена, и у тебя социальные лифты открывались вверх Это, конечно, особая сфера, да Я практически каждый день, например, прохожу возле общежития сельхозакадемии, да, на улице Горького И вот веет от этого общежития чем-то таким старым, старым Это уже общежитие с 70-х годов Общежитие сельхоза построено еще до войны Это на Октябрьском проспекте Вот, передал им угол Герцена и Октябрьского У нас тоже там жили когда-то студенты сельхоза, охотоведы Вот еще была попытка отчисления, но это уже начало 80-х, когда люди где-то работали Что-то разгружали, что-то такое, видимо, в мешках пыльное, грязное, а не было душа И просто был кран, два крана, ну, как умывальная комната и обычный умывальник И там, представляете, даже не было смесителя, просто два медных крана, горячая вода, холодная Поэтому у студентов был такой смотанный изолентой шланг, который одевался на два этих крана И был импровизированный душ И вот у нас такой, по фамилии Овчарен, студент, он ночью работал, а утром решил в таком душе Ну, на занятия же надо помыться И, значит, он только намылился Примерно, вот знаете, ситуация, этот бендер инженеру открывал дверь, когда тот в мыле стоял перед своей квартирой И вот такой же мой однокурсник стоял в мыле, открывается дверь и входит декан и эмиссия горано А почему? Потому что там же не было слива и вода бежала в угол и стекала прямо по кирпичной кладке Вот поэтому угол всегда был мокрый Вот они пришли смотреть, почему угол в общаге разваливается И, значит, декан вырвал эти шланги с крана и сказал Посмотрел сквозь эту мыльную пену и так «Черен, ты отчислен!» И все, закрыли дверь там Ну, как-то он отопнулся Как-то он отопнулся Так вот Прилично потом садился Да, никто не думал А это уже были, правда, в 80-е годы А в 66-м, конечно, наверное, все-таки было еще суровее Ну, давайте, как обычно мы начинаем Обычно, да Вот обычно всегда какая-то мелодия вертится в голове В 65-м году это я шел сюда на радиостанцию У меня, конечно, звучало бессмертно «Yes, today» А тут вот Я вчера смотрел, конечно, все великое, что было у нас создано из музыки И не поверите, вот что в голову втемяшилось тогда Это нормальные герои всегда идут в обход Это была гениальная песня из гениального фильма «Айболит 66» Это вот все-таки символ этого года Это великолепное кино, наверное, до сих пор оно непревзойденное Вот Так И никто Это вот Наверное, потому что Действительно, в 66-м году началась эпоха Брежнева В 65-м она еще так в раскачку ушла А вот первые годы они были довольно ровными, стабильными Вот эпоха застоя началась, наверное, со второй половины 70-х где-то С 75-го, когда стал товарный дефицит, продуктовый дефицит Вот нарастать, когда падали нефть, доллары Мы, ну, не знали про это Санкции были Нам не говорили же, но Мы чувствовали ухудшение А вот в 66-м, конечно, было и изобилие, и товары Брежневская эпоха только набирала свои обороты Вот была бы вообще благословенная эпоха где-то 66-го, наверное, по 76-й десятилетия Если бы СССР не ввязывалась бы в это Не лезли бы в другие страны, там, в Чехословакию, в 68-м и троте Ну, как простой Кировчинен ощущал на себе, что жизнь становится лучше? В чем это выражалось? Ну, в 66-м, не знаю Все ведь еще помнили Все ведь еще помнили Помните, мы говорили о бригадах самураев Которые резали на улицах скот Ров, которые упали, обессилели Не могли идти на мясокомбинат Когда лежали горы этих Трупов животных, которые поедали мухи Что не мог их мясо Это ведь все помнили в 66-м Это же несколько лет прошло Помнили отсутствие хлеба Помнили укурузные початки Помнили в Афанасьевском районе укурузу Которая на 20 сантиметров вырастала А в 65-м уже этого не было Наоборот Какие-то праздники получались И это там телепередачи были веселые Какие-то фильмы создавались Атмосфера более так Атмосфера была дружелюбная Дружелюбная Да-да-да Вот уже ни с кем Никого не хотели побеждать В 65-м году ничего такого не было Ну давайте вообще в целом Нам нельзя без Международной ситуации Да Событий мира Поэтому Понятно что у нас там получше все было Но Вот одно из конечно Их явлений 66-го года Глобальных Это было Начало культурной Революции В Китай У нас конечно все это Обросло анекдотами Вот Про китайцев как-то В шутку все Пытались Но на самом деле Это было Кровавое Какое-то мероприятие По уничтожению Культуры Университетов Интеллигенции Вот создали Хунвейбинов Ну да Слово Хунвейбин У нас И Высоцкий пел Где-то возле города Пекина ходит Ну Погломились Многие над этим И у нас наверное В 66-м Оно само по себе Сочное слово такое Хунвейбин Там на меня надвигается По степи Хунвейбин Ну и пусть надвигается У меня Рабин Нажимаешь на кнопочку Хунвейбин На ребре Можно выпить И стопочку Можно выбить Читал тогда Да Вот И пришлось Вот Я с прискорбием Просто замечаю Что у нас конечно Слава Богу Не в таких масштабах Но это Хунвейбинские Организации Что-то В России Где-то шастают В Иреве Слава Богу нету Но появляется Просто они не помнят Вот чем эти Хунвейбины Закончили А потом Когда они не нужны стали В общем-то всех Депортировали На самые задвор Самых Активных Видимо на задвор И часть пересажали Расстреляли В общем Функцию Свою Они выполнили И Китай Отбросили На много На много Десятилетий Вперед Ну в этом же Отговоры Участие Участие Советских Уже из этого Джон Леннон Видимо Видимо Вот этот диджей Ими-то травмами Поражением Электротоком Был отправлен в больницу Так что вы Если чего-то Осторожнее Ну тут у вас этаж Не самый высокий Мачты нету Молния не попадет Но тем не менее В шестьдесят шестом Году По осторожным Да Ну Вот И конечно Бушевала битломания Но битлз уже Все это достало Поэтому в шестьдесят шестом Году состоялось Последнее публичное Выступление Не считая Мини концерта На крыше В шестьдесят девятом Вот Ну и вышел альбом Револьвер Очень хороший Гениальный Альбом Ну В СССР конечно Тоже помимо Помимо Вот Моего любимого Айболита 66 Гениального Фильма Был снят Фильм Андрей Рублев Тарковского Автоматическая Станция Луна 9 Безаварийно Совершила первую Мягкую посадку На поверхность Луны И передала На Землю Изображение Лунного ландшафта Ну опять же Нельзя Идеализировать Конечно Полностью Вот этот Счастливый Брежневский Режим Ибо в том же Шестьдесят шестом году Суд Вынес приговор Семь лет строгого Режиму Синявского И пять лет Даниэлю Два Известных В принципе Впоследствии Советских писателя Ну в этом же году Родились Можно сказать Жули Хотя Выпуск начался В семьдесят втором Но именно в шестьдесят шестом Председатель Саумина Сыгин Подписал Протокол об участии Концерна ФИАТ В строительстве Автомобильного Завода В СССР Прототипом для Жигулей Послужил именно ФИАТ Сто двадцать четыре Образца шестьдесят шестого Года Ну в этом же году Вот я говорил про Китай А видимо Это там Когда Культурная революция Тут студенты жируют Без надзора хунвейбинов И в шестьдесят шестом году Все китайские студенты Были Отловлены Отправлены Депортированы В Китай Из СССР Но они пытались конечно Что-то митинговать Как это происходило? Вообще Про списки В каждом Университете Был первый отдел Или там Его подобие Были списки Моментально По заданию ОГБ составили списки Отчислили Отправили Ну вот то что Еще можно отметить Торжественное захоронение Останков Неизвестных солдат В этом же году Произошло Уже начали любить И помпеезные мероприятия Ну это правильно Это вот Должен был быть Такой мемориал И восьмое марта Стал нерабочим днем В шестьдесят шестом году Да Трудно поверить Мне казалось Что это всегда Ну и конечно Если о печальном То Опять же Известно Землетрясение Которое разрушило Весь город Ташкент Отправляли У нас Это их было землетрясение Но Ташкент С другой стороны Конечно Отстроили Грозный после войны Ташкент После землетрясения Он преобразился Из деревянных Лачуг Этих Ташкент Этих Я помню Я помню Громкоговорители И для развлечения Публики Через эту милицейскую машину Гоняли И музыку В Пирове Очень мало Событий Было в 66 году Потому что В следующем году Был юбилей Революции В 67 И все Какие-то События Открытия Чего-то Или того Этого Стремились Привручить Ну надо же было 50 лет Революции Чтобы достижения В следующем году Мы много будем говорить Что там случилось В 66 Силы Аккумулировались Памятник Открыли Видимо Ира Юбилей 58 Школу Построили 58 И открыли В 66 Открыли Да И Молочный техник Молочной промышленности Вот Открылся он В корпусе Бывшей Жандармерии На Казанской улице Это Потом уже Переехали На Попова Тогда Помню Он такой популярный был Техник Желающих много было Уучить образование Именно так Особенно А я не знаю Сейчас он тоже существует Это ведь Раньше ПТУ Где Учили токарей Там фрезеровщиков И потом стали учить Этих Померсантов И всяких Мерчендайзеров А сейчас На Пятом ПТУ Я даже не знаю Кого там И Кого сейчас учат Молочный техникум Ну хотя молоко у нас Производят и хорошую А также лучшую Сметану Сказал Шевчук Вот Благодаря наверное выпускникам Точнее Тем Кто поступил В техникум В 66 году Евгений Викторович Я Прерваться Просто реклама у нас А я просто еще один Тоже сейчас Все знают Магазины Росногорские Именно в 66 году Образовался совхоз Росногорский При слиянии Трех совхозов Пригром Для обеспечения Круглогодичного города Ирова Свежими овощами В 66 году Юбилей Не знаю Нынче будут они Отмечать это Я им напоминаю Неужели 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 50 Ну Были И другие Вот Ничего не менялось Ну вот Представляете Чтобы именно Кнуться в эпоху Вот спички Представляете 66 года Вот Взять Рабок Был он Чуть повыше И вот Внутренний рабочий Который выдвигался Он тоже был Из тоненькой Эйфонеры Оклеенный Синей бумагой И вот Эти синие Рабочки Я хотел В студию принести То Как раз Товый период Появились Конечно Уже Довольно Такие Распространенные Магнитофоны В 66 году Чайка 66 Это был Совершенный аппарат Намного лучше Предыдущие Чайки По пинематике По звуку То есть уже писали Какую-то музыку Уже наверное Галича Вот по тем временам Ну Высоцкий еще Только начинал Хотя вот Где-то в столице Было Ну вот еще нельзя Не отметить События 66 года В Кирове Это начало газификации То есть Я говорил Что В принципе Даже В благоустроенных Домах Не было Воды горячей Вроде бы люди Въехали в хрущевки А воды нету И Поэтому Были печи на дровах И На Этой печи То есть Хозяин бежал вниз В подвал С пятого этажа Набирал в дрове Не в таком В подвале Были Такие секции Из досок Эти дрови Набирал дрова Бежал на пятый этаж Допил печь Ставил ванночку Там Стирали Машин стиральных не было Упали все это Там сушили Терли Знаете Это была доска Вот это Железное Ребристое Вот это белье Ну конечно Это был уже Прошлый век Это была уже Катастрофа Когда весь мир пользовался стиральными Ну начали газификацию А с чего началось Что во всех дворах Вот по центру города И даже не только по центру В начале стали рыть Удивлению Граждан Огромные отлованы Вот в эти Приезжал экскаватор Копал вот там В эти отлованы Зарывали Это огромные емкости Вот От них там Рыли проходы Под дом там Тянули трубы Все это заасфальтировали И потом Все это было бесплатно Никто ничего Нигукой там Долгов Ни у какого Газпрома Да и Газпрома Это государственная программа Конечно Все это было бесплатно Никто на население Никакие там обязательства Не возлагал И поэтому Вот я даже Помню Это было То есть Лето 66-го года Пацаны там Дежурят во дворе Все сидят И заворачивают Во двор Машина Грузовик Газ-51 И у нее полный этот Узов этих Газовых плит И все орут Везут 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 И народ выходил И каждому под роспись Вот выдавали плиту Плита была Обычно среднестатистическая Из двух Комфора И духовка Такую вот эту плиту Заносили И потом Уже Тянули этот Газ И Долгое время Надо было сдавать Какой-то Инструктаж Вот Приходили Минимум Эти газовые И мылили по мазкам Вот эти все соединения И многие Многие бабки Боялись Газ Включать Да мы все тут А никто Видимо Кому не Потом эти убрали Вот сейчас во многих Дворах парковки На фоне На месте вот этих Огромных Вот Газовых Баллонов Которые были ограждены Ими То есть Занимало там Примерно четверть двора Вот представьте Что такое Фигня Заборчик такой Ажурный был Из каких-то прутьев Вот И поэтому Вот Да Все это бесплатно Эти емкости Приходилось Переходить Наполнять их Да Приезжала машина Наполняла их Приезжала машина Время от времени Туда надувала газом А это же только В конце 90-х Вот наверное Перешли на природу Трубопроводка Ложали Улимпидировали А потом уже Видимо Еще прошло какое-то время Приехали Вырыли ем Стиристалин На металлолом Как обычно у нас было Такое вот Было интересное еще Преступление Года 66-го Года На мясокомбинат Прорвался человек Но не от голода Такой известный Приехал на гастроль Вор Рецидивист Вот фамилию не нашел И он решил Ограбить кассу На мясокомбинате Он знал именно Тот день Когда в кассе Будет находиться Максимальная Видимо Зарплата Тогда мясокомбинат Конечно по-другому Выглядел На месте Автозаправки Там был Красный дом Такой Несвежего Вечного 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 Стрелка Кабината Сама проходная Была деревянная Там была деревянная Столовая Сейчас все это Убрано Конечно было все Гораздо Непрезентабельнее В обед вор Забрался на чердак Второго этажа Административного Здания А после Кончания Рабочего дня Разобрал Ирпичную Стену Кассы Вскрыл Сейф И забрал все деньги Вот ведь негодяй Надо же В открытую корабель Однако при выходе Из помещения Он случайно Задел датчик Который Выдал сигнал Тревоги Сторож Выбежал на сигнал Столкнулся с преступником В карьере И получил удар Монтировкой Но сторож был не один Видимо еще был напарник У сторожа Который побежал И успел Позвонить в милицию Дать Приметы преступника И внимание Номер троллейбуса На котором тот уехал То есть Такой С мешками денег С монтажкой Наверное Маску забыл Снять черную И в троллейбусе Едет с деньгами А Потом еще Сторож героическ И самостоятельно Организовал Погоню На попутном грузовье Прямо Такой был Гангстерс И город В шестьдесят шестом году Прямо и события Были Погони Надеюсь без стрельбы Догнав троллейбус Он заскочил в салон И попросил Водителя блокировать двери А подоспевшая милиция Уже Задержала Вора В общем Не повезло В этот раз Знать бы вообще Наверное Очень интересно Были Старую Риминальную хронию По каждому году Это Были Преступления Если не века То события Года Какие-то Зашренные для того Да Грабили и Трифонов монастырь Адатамич Верхи был Не просто грабили А пытались скрыть вот эту Раку с захоронением Преподобного Вот Ну Еще Что менялось Конечно Транспорта было мало Ездили частные Москвичи номер был КВИ Тогда уже были Черные номера Желтые Были в 50-е годы Начали Белые буквы Белые буквы И все Личные машины Они вмещались Вот в эти Четыре цифры С индексом КВИ Расшифровалось Индивидуально А в 66-м Уже был Такой прогресс Что Появился Ушастый Запорожец На фоне Маленького Грабатого Это был почти левузин Ну Не знаю Инвалидам тогда Еще не давали Но Тем не менее Первые машины Вот с удивлением Это рассматривалось Кстати очень красивая реклама Умели довольно Бой снимать Там я на рекламе У озер Там среди гор Снежных вершин Вот эти запорожцы Какая-нибудь еще Дама в красивых одеждах Я начинал ездить на запорожце Но вот уже не Ушастым Вот Но тем не менее Было в Ирове Мало очень Потому что Выйти на объем 150 тысяч машин В год не удалось Поэтому Моторы даже ставили От старого Грабатого запорожца И Мало Из-за чего Из-за того что Все силы Были сконцентрированы Я уже говорил На строительстве Волжского Автозавода Вот Где будут Джигули делать Ну в Ирове В 66 году Начали первые запорожцы С ручным управлением Выдавать инвалидам А до этого Они ездили На мотор-алясках То есть была в начале Трехколесная Мотор-аляска С одной фарой Называлась Циклоп В народе В 66 году Были распространены Четырехколесные СЗЛ Называемые С брезентом Верхом С мотоциклетным Двигателем А вот тут уже Инвалиды Запорожцы Начали Вот А на покупку Была огромная очередь Стоил он Конечно 3500 рублей Это была Ну Запредельная Астрономическая Зарплата При Средней Зарплате Инженера Я же говорил Где-то в 64 году Была 92 рубля А тут уже 102 рубля Вот была Средняя зарплата Это пришлось Копить почти 3 года А начальство На чем есть Руководительство Ну если смотреть Вот здесь Возле Обкома партии Вот Правительство То стояли Еще победы Были Нисписанные На ходу В 66ом Довольно распространенный Тарсопар Весь перешел уже На 21-е Волги Стояли Волги У Обкома Были Зим ГАЗ-12 Машины Ну и чайки Если уже поступали То поступали И очень много было Видимо приезжали Из районов А у всех этих районных Властей были Козли и ГАЗ-69 Вот масса Масса этих брезентов Была Таких джипиков Они стояли Повсюду Вот на месте Нынешнего памятника Ира была Парковочка У них Вот Ну Я говорю Что Финальный аккорд нам надо уже Потому что время К сожалению Вышло А у нас финальный всегда Веселый То есть Все-таки Продолжали танцевать И летку В 66ом Она была Второй год популярна Слушали официальные хиты Года Это Утесов Дорогие мои москвичи Вот я думал Гораздо раньше Эту песню Начали петь Она 66-го года Была популярнейшая вещь В 66-ом Это Спрячь за решеткой Выкраду вместе с забором После выхода Неуловимых мстителей Ну Манжерок Сейчас уже подзабытый был Манжерок Эдиты пьехи Простите пехоте Висбора И стоят девчонки Вот Тоже была песня Которая в принципе Сейчас не устарела Ну кроме гениального Айболита 66 Вот Кстати я еще не упомянул Что там Сейчас никто Не смог Повторить Это такой Был прием Вария Рам Размер вот Когда формат изображения В кадре меняется В зависимости от сюжета И герои И на ленте Они действуют Либо внутри кадра Либо вылезают Вообще вот чуть не в зал Второй гениальный фильм Это Берегись автомобиля 66 Жигут Вертикаль С еще совсем Совсем юным Высоцким Ну и конечно же Афгазская пленница Уже вот писано Переписано Про нее Вот это В принципе Мода И только начинались Леш Мини платья стали И под мышками Волосы Вчера вот Приезжал Раммер И была у него Это очередная певица У нее вот Прическа была Именно с 66-го года То есть На голове Вгружение И тем не менее Еще жили хорошо Одевались Ярд Разнообразно Потом уже наступила 70-я эпоха Мрачных баллонов Вот хороший Такой добрый Предушевный год Вот Следующий тоже Хороший будет Потому что там И юбилей И много всего Юбилей революции 1967-й Отмечу, что жить вполне Было Можно На месяц Я бы с удовольствием Осмотались туда Спасибо Евгений Питунин Историк, краевед, руководитель Музея Вятского Госуниверситета До встречи через две недели в этой передаче Начало ровно в 13.00 Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok